Заседание круглого стола по вопросам транспортного обслуживания состоялось в Ивановской городской думе. Согласно последнему социологическому исследованию, 15% опрошенных ивановцев недовольны работой городского транспорта. Тогда как год назад подобным образом высказывалось лишь 6% населения. Следовательно, за истекшие 2012-е проблемы не только не разрешились, но и усугубились. Впервые за последние 4 года тремя новыми единицами пополнился троллейбусный парк. Глава города Вячеслав Сверчков считает, что продолжать обновление такими темпами нельзя. Он предложил покупать в год хотя бы 10 троллейбусов. У депо аппетиты куда больше. В идеале ежегодно в парк должно поступать троллейбусов 15. Тогда будет смысл протягивать по городу новые электронные линии. Это достаточно затратная часть, чтобы пускать новые линии. Вообще мы говорили о том, что и продление первого маршрута троллейбуса до Меланжевого комбината, и охватить Авдодиена, потому что там строится достаточно серьезный микрорайон, где живут люди. В принципе, можно от отрадного сделать контактную сеть и пустить дополнительно туда наш вид транспорта. Ну и предложение было закольцевать Большую Воробьевскую, Некрасово, станкостроителей из Ташкентского участка. Горино, Меланжевое, Балино, Курьяно, Вавдотино. В час пик и в позднее время суток в эти районы города практически невозможно добраться. От этой же проблемы страдают улицы Некрасово и Большая Воробьевская. Решить вопрос обещал еще Александр Фомин, будучи мэром. Однако власть меняется, а проблемы остаются. Когда мы уберем трамвай, как только пустим мы Большую Воробьевскую улицу Некрасово, мы тут же пустим в Антролинбус. Все, нет Александра Германовича Фомина. Хотя мы с ним встречались в правительстве Ивановской области. И вопрос этот тоже на уровне улыбки. Я не могу, я теперь уже другой чиновник. Депутаты считают, что необходимо сформировать новую маршрутную сеть. Усилить мониторинг за работой городского транспорта посредством системы ГЛОНАСС. График следований у маршруток и автобусов должен быть доступен каждому. Также в администрации в ближайшее время должен появиться телефон доверия. По нему можно будет пожаловаться на хамское поведение водителей. Все это работа городского комитета по транспорту, который, судя по всему, со своими обязанностями не справляется. Мы сейчас очень надеемся на смену руководства комитета по транспорту. Или хотя бы его реальное появление. Потому что уже почти год там и исполняющие обязанности. Если этого не произойдет, то депутат Игорь Шибков не исключает, что все выше обозначенные проблемы перейдут на 2014 год. Соответственно, жалоб станет больше. И снова никто за это ответственности не понесет. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.